ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самарская область стала первой среди всех регионов по количеству таких мероприятий, проведя больше всего опросов – 972. На втором месте – Ханты-Мансийский автономный округ – 827. Самарская область провела 58 голосований, и это лучший результат. На платформе обратной связи Самарская область оказалась в пятерке лучших. Чтобы оставить свой голос или пройти опрос на госуслугах, нужно иметь подтвержденную учетную запись. Виджет «Общественные голосования» размещен на сайте администрации Самары. Для улучшения транспортной доступности внесены изменения в реестр городского маршрута номер 50. С 8 февраля он изменил схему следования. В сторону железнодорожного вокзала автобус будет двигаться не через эстакаду, а по дублеру улицы Новосадовой и совершать остановку возле дома по улице Новосадовая 184. Далее автобус проследует мимо ТЦ до улицы Советской Армии и повернет налево в районе ДК «Современник». С остановкой около дома по улице Новосадовая 164. По всем вопросам и пожеланиям по работе общественного транспорта можно обращаться на телефон горячей линии для пассажиров. 207-70-11 пишет телеграм-канал Департамента транспорта Самары. Глава Куйбышевского района Алексей Коробков провел личный прием граждан. «В повестке стояли такие вопросы, как создание контейнерной площадки, капитальный ремонт, снос гаражей, строительство спортивной площадки и другие. Очень рад, что люди со своими вопросами приходят к нам, значит, рассчитывают на нас. Надеюсь, своей работой оправдать доверие жителей», – написал глава района. «Личный прием Алексей Коробков проводит каждый первый вторник месяца с 14 часов по предварительной записи», – пишет телеграм-канал администрации Куйбышевского района. Телеграм-канал администрации Ленинского района напоминает о необходимости соблюдения правил пользования газом в быту. Нужно помнить, что угарный газ не имеет запаха. Он образуется при неправильном использовании газового оборудования. Признаки отравления угарным газом – головокружение, дезориентация, тошнота, обморок. Без промедления вызывайте скорую помощь. В телеграм-канале администрации города Вести с Дворянской, рубрика «Красивая Самара». В 1956 году произошла одна из наиболее загадочных самарских историй. Предание гласит, что девушка Зоя, проживавшая в доме 84 по улице Чкалова, окаменела в новогоднюю ночь и простояла 128 дней. Перед этим она долго ждала своего возлюбленного Николая, но молодой человек не явился. Тогда Зоя взяла икону с изображением Николая Чудотворца и закружилась в танце. Тут девушка и окаменела. В народе это явление получило название «Стояние Зои». Около дома, где произошла история, в мае 2012 года установили бронзовый памятник святителю Николаю Чудотворцу. Скульптуру создали самарцы Александр и Николай Куклевы всего за два месяца.